Всем привет! Команда Beauty Time TV подготовила серию ярких репортажей из красивых мест нашего города. Мы начинаем! Ультразвуковое наращивание Цветовая палитра волос для наращивания насчитывает более 70 оттенков, в том числе и с переходом от темного к светлому. Это избавляет от необходимости окрашивания после наращивания. Прозрачные капсулы незаметны и позволяют делать любую прическу. Кроме того, с помощью технологии Great Length можно добавлять волосам не только длину, но и объем. Самое главное, что не пришлось что-то перекрашивать, что-то добавлять кардинально. Просто мы продлили, удлинили тот эффект, который у нас был уже на своих натуральных волосах. То есть если чего-то не хватает, хочется все-таки быть в тенденциях, то есть с помощью наращивания можно сделать все, что вы пожелаете. И как поработать и с длиной, так и наоборот поработать с объемом. Либо зонально. Это тоже как бы очень такой большой плюс. Данная технология отличается быстротой работы. Аппарат Multisonic позволяет наращивать одновременно по пять прядей. Система Multisonic, которая представлена только у нас, и на Южном Урале только в нашем салоне, она дает именно быстроту наращивания, потому что там сразу ряд, то есть пять микрокапсул. Сама техника наращивания, она занимает достаточно очень быстрое время. Наращивание перед важным событием – это возможность измениться всего за один визит в салон. У нас яркое событие с мужем. С будущим речь шла о свадьбе. Мы решили, что я должна быть прям вау. А так как у меня небольшие волосы, они небольшой длины и не такие густые, приехав к Денису, чтобы обсудить свой образ, он мне предложил сделать наращивание. Естественно, все оценили. Никто не понял, что у меня наращены волосы. Все подумали, что это мои. Уход за такой прической мало чем отличается от привычного. Можно сушить феном, делать укладки, накручивать и выпрямлять, а при необходимости и окрашивать. В фэшн-индустрии сегодня происходят очень интересные вещи. Дома высокой моды производят одежду для широких масс. А маркетологи и мерчендайзеры так подают свои подборки, что иной раз не понять, что это за одежда, на кого она рассчитана и какого она качества. Именно поэтому так важно научиться разбираться в этом вопросе изнутри, что мы и делаем вместе с нашими экспертами. Мода, как известно, весьма непостоянна. А смена эпох, как правило, меняет не только основные силуэты и цвета, но и само отношение к одежде, манеру ее носить. Пересматриваются также и внутренние процессы производства одежды. Мода, она для всех, действительно. Данную модель может позволить себе практически каждая женщина. А если шить только совершенную классику или только совершенно скучно и неинтересно, то и марка станет неинтересной. Поэтому наши дизайнеры и разрабатывают тенденции, соответствуя каким-то высоким домам моды. Оксана Бакаева, эксперт из Германии. Занимается продвижением нескольких брендов, отличительная особенность которых – это разумное сочетание качественных материалов, оригинального дизайна, перфектного исполнения и адекватной стоимости. Контроль качества – это одно. Инновация – это немножко другое, я думаю, инновационные технологии, например, в процессе окраски. Это то, что сейчас возможность с компьютерной графикой работать появилась больше, с компьютерной техникой. То, что я рассказывала, например, про принты, которые художник рисует акварельными красками, выдумывает или где-то увидит при путешествии в другой стране или в другом городе, может перенести на ткань. Таким образом рождаются ткани, которых нет у других брендов. Перед производством проматывается полотно и просматривается глазами на качество ткани. Поэтому не может в готовом изделии быть утолщение нитей, каких-то разрывов, каких-то затяжек. То есть это же немцы. Вопреки стереотипам, в которых сочетание немецкая мода ассоциируется исключительно с консервативностью, при внимательном изучении брендов из Германии открываешь для себя не только креативные, но и довольно смелые идеи. Дизайнеры прорисовывают принт, уникальный для каждой коллекции. И мы с вами сейчас говорим не о высоких премиальных марках, а в среднем в нашем сегменте есть возможность купить блузу, платье, того принта, которого нет вообще в Челябинске. То есть это используют всегда первые линии высокие дома моды. И это у нас есть. В коллекции обычно три темы, и каждая из них называется. Вот про тропики рассказал, это тропический ландшафт. Футболка с попугаем, это дикая природа тема называется. Из аквамариновых таких тонов, это поездка на Атлантический океан, допустим, за теми же инспирациями, чтобы понять, как он выглядит, как выглядит эта вода. Чтобы был у нас не обычный голубой, а вот именно голубой цвет Атлантического океана. В наши дни, когда по одежде не судят о происхождении человека, когда новые идеи высоких домов становятся доступны онлайн, на первый план выходит индивидуальность, способность выглядеть эстетично, без лишнего напряжения и не тратя на это все свое состояние. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов Априори. Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, 2 этаж. Летний день одной цены в тессуре. Жаркие цены на часть коллекции тканей. Салон ткани тессура на Тиберязьево, 26. Имидж-клуб Светлана и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекарь». Заказ билета в 263 57 37. Подробности на сайте светлана74.ру. Заниматься фотографией сегодня можно и просто так, и профессионально. В любом случае, свои знания в этом вопросе необходимо время от времени пополнять и обновлять. Какие тенденции в мире фотографий существуют сегодня, смотрите прямо сейчас. Свадебная съемка наиболее востребованный вид деятельности фотографов любого уровня. Но по мнению настоящих профессионалов, без опыта и системных знаний не будет некачественных снимков и недовольных заказчиков. Игорь Цаплин известен среди профессионалов как один из успешных современных мастеров свадебной фотосъемки. Его челябинские мастер-классы посвящены работе со светом, маркетингу и продвижению в социальных сетях, а также правилам общения с молодоженами. Если ты приходишь, я считаю, в любую профессию, если мы говорим про фотографию, просто ради того, чтобы по-быстрому заработать, не горяете, то ты в самом плохом для себя случае ничего не заработаешь. И в принципе люди не пострадают. Но копирование вообще неизбежный побочный эффект любого обучения. То же самое происходит в художественных школах, то же самое происходит в музыкальных школах. Изначально людей учат нотам, изначально людей учат писать картины, как кто-то делал, по каким-то канонам и школам. И только когда ты отточил какое-то мастерство и уже попробовал сделать как один, как второй, как третий, то ты можешь скомпилировать что-то свое. Если бы все не проходили школу художественную, то, скорее всего, хороших художественников было бы гораздо меньше. Мастер-классы посещают не только те, кто буквально вчера взял камеру в руки, но и те, кто уже состоялся как профессионал. Его работа отличается вот именно живыми кадрами, такими легкими, и показывают настоящих ребят. Настоящих молодоженов, которые не умеют фотографироваться, они не модели, не профессионалы. А Игорь их полностью раскрепощает и работает с ними на одной волне. Очень важный момент был свет. То есть работа со светом, работа со вспышкой. Это очень важно, это очень непроработанный момент. У меня недостаточно еще, наверное, опыта работы было именно вот с искусственным светом. Самые интересные и важные фотографии – это люди и то, насколько по-разному можно раскрывать их с помощью фотоаппарата. Потому что, с одной стороны, можно раскрыть человека, с другой стороны, любой фотограф раскрывает человека отчасти, раскрывает это через свою призму. И мы, опять же, то, что нам всем кажется красивым, это то мы видим в героях наших фотографий. Поэтому, чем больше, опять же, мы будем общаться на мастер-классах, на таких мастер-классах с максимально разным количеством интересных людей, тем больше разных призм, вот этих взглядов мы увидим. Поэтому мне, как фотографу, очень важно пообщаться с кем-то еще интересным. Потому что, может быть, я снимаю вот так, а потом приезжает Игорь и говорит, смотри, вот так. И меня это очень сильно расширит. Это здорово. Сегодня свадебная фотография – это целое направление фотоиндустрии со своими нормами и правилами, жанровыми особенностями и художественными приемами. Это еще и неотъемлемая часть свадебного ритуала, в котором участвуют и виновники торжества, и их гости. Именно поэтому свадебный фотограф сегодня – это больше, чем просто специалист, отвечающий за баланс, фокус и композицию кадра. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее несколько идей для обновления сезонного гардероба. Даже если лето не всегда радует нас жарой, все равно гардероб должен соответствовать сезону. А значит, брюки, которые остались зимы и в которых не жарко, лучше всего заменить на точно такие же, только летние. Вся разница обычно заключается в цвете. Летние краски, как правило, яркие или светлые. Альтернативой белому или молочному выступают пастельные или десертные оттенки. Составлять летний гардероб в нашем климате лучше таким образом, чтобы платья, юбки, брюки и топы сочетались с кардиганами, жакетами, бомберами. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Имидж-клуб Светлана и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекарь». Заказ билета в 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Мы начинаем серию сюжетов, посвященных правильному питанию, а также качественным продуктам. Как научиться разбираться в пищевой ценности и что выбирать в магазинах из всего многообразия, об этом и многом другом говорим с нашими экспертами. Сегодня многие задумываются о качественных продуктах питания и даже готовы переплачивать за надписи на упаковках «Без ГМО на фруктозе не содержит сои» и тому подобное. Так ли необходимо всем без исключения употреблять такие продукты? Как отличить маркетинговую приманку от истинного качества? В этих вопросах нас консультируют врач-диетолог, эндокринолог, элементолог Наталья Александровна Маркина, а также специалист пищевого производства Надежда Юрьевна Килунова. Тема нашего исследования – глютен. Глютен – это пшеничный белок, нерастворимый в воде. Он характерен именно для пшеницы. Поэтому любые изделия, изготовленные из пшеничной муки, будь то это твердая пшеница или мягкая, неизбежно содержат глютен. Но у определенного количества населения этот процент невелик, но тем не менее он есть. Непереносимость к глютену, называемая болезнью целиакия. В настоящее время появилось очень много целиакоподобных состояний, которые связаны и с тем, что напрямую есть непереносимость, но она не стопроцентная, допустим, а в каком-то проценте влияет на пищеварение. Чаще всего это малосимптомно и проявляется вторичными, не связанными с пищеварением симптомами. Это отставание в росте, это эмоциональное состояние, а как правило это детки негативные, капризные, то есть какая-то вот, может быть даже смешанная с энцефалопатиями состояние. Это иммунодефициты или состояние со снежным иммунитетом, часто болеющие, формирующие проблемы с носоглоткой, дерматиты. И очень неприятное состояние, которое формируется однозначно, это инсулинорезистентность. То есть тогда, когда нарушается переносимость углеводов, что формировалось уже в последние годы у более старшего поколения, то есть люди 40+, скажем так. Сейчас это уже как маркер. Если это нарушение есть, то это уже риск в диабет первого типа. Так называемые целиакоподобные состояния, частичное отсутствие ферментов может быть вызвано не самим глютеном, а его сочетанием с другими продуктами, например, лактозой. Традиционно, конечно, это всё, что содержит пшеница, рожь, вёс. И, по сути, у нас нет таких особенно приготовленных, скажем, продуктов, которые мы приносим из магазина. Получается, что у нас все ковбасные изделия практически содержат компоненты, скажем так, пшеницы или каких-то из этих злаковых. Точно так же, например, майонез, даже йогурты, допустим, считают мамы, что это чистый продукт и даже детский. Конечно, я не могу огульно говорить, но чаще всего есть проявление какого-то нарушения пищеварения, поскольку оно сочетано, иногда бывает и непонятно, именно с этим компонентом, либо нет. Чтобы протестировать свой организм на непереносимость отдельных продуктов, необходимо исключить их из своего рациона минимум на месяц, заменив их на продукты, не содержащие глютен. Если появилось какое-то подозрение, ну вдруг-то, то убрать, конечно, эти продукты и продукты, которые содержат эти компоненты, то есть злаковых конкретно, да. Нужно это убирать на 2-4 недели из питания. Почему? Потому что очистка кишки ворсинок, она не быстро происходит. Кто-то это делает правильно, кто-то нет, ну поэтому время лучше на месяц, уже точно. Должно, по идее, что? Наступить улучшение в пищеварении. Безглютеновые макаронные изделия изготавливаются на отдельной фабрике, так как ни одна пылинка мучная из обычной пшеничной муки не должна ни в коем случае сюда попасть. И, конечно же, есть обозначение, перечеркнутый колос. Это говорит о том, что наш продукт зарегистрирован в ассоциации больных в целиакии. Здесь нет пшеницы, здесь кукурузная и рисовая мука. Само по себе это и так несет определенные пищевые свойства, определенный комплекс химических веществ, которые также полезны для организма. Но, помимо всего, этот продукт рекомендован тем, у кого есть проблемы с непереносимостью глютена. Если улучшение в организме после исключения продуктов не наступило, то потребуется подробное обследование и наблюдение у врача. Еще больше сюжетов о красивой жизни ищите в соцсетях по хэштегу beautytime.tv, а также заходите на сайт bt31tv.ru. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом я, студию макияжа Френды, имидж-студию Елены Ивановой. Модный дом я, студию макияжа Френды, имидж-студию Елены Ивановой.